В последние дни в Армению приезжают сотни россиян с намерением здесь обосноваться, пишут армянские СМИ. Отметим, что Армянская республика вошла в список тех немногочисленных направлений, которые на фоне войны в Украине и торгово-экономических санкций против России доступны для безопасного отдыха россиян. Однако они приезжают в Армению не только за отдыхом. Специалисты в области туризма и авиасектора отмечают, что ситуация связана с текущей обстановкой в Украине. Армянские журналисты отправились в аэропорт Звартноц и поговорили с россиянами. Семью оставил в России. Хочу продолжать работать из Еревана. Некоторые аэропорты были закрыты. То есть, логистически проще всего было ехать в Ереван. В Москве, наверное, еще безопасно. Однако война продолжается и страшно там оставаться. Мы надеемся, что недолго будем оставаться здесь, в Армении. Верим, что весь этот ужас скоро закончится и удастся наладить мирный диалог. На улицах Еревана сегодня можно увидеть много россиян. Их можно встретить практически везде, а особенно в очередях банков и банкоматов. Некоторые приехали одни, другие – с семьями. Уже два дня, как находимся в Ереване. Одной из причин нашего приезда в Армению является война в Украине. В России люди по-разному относятся ко всему происходящему. Одни говорят, что все нормально и продолжают жить там, другие переживают и уезжают из страны. Конечно, мы очень переживаем за все происходящее в Украине. У меня есть друзья с обеих сторон. Ничего не понятно, очень сложная ситуация. Непонятно, очень сложно. Приехали, я приехал, скажу, в субботу вечером. В субботу вечером прилетел. Сколько остались в Армению? Пока непонятно, билет в один конец. Мы ждем, когда война закончится. И мы надеемся, что все будет хорошо. И они договорятся как-то по-мирному. Но ситуация печальная, к сожалению. Мы надеемся на то, что, может быть, ситуация как-то изменится за какое-то время, пока мы здесь находимся. И, может быть, мы уедем и будем дома заниматься своими делами. Если нет, будем думать, можно ли что-то сделать здесь. Может быть, какой-то маленький бизнес открыть. У нас были риски, что интернет выключат, и мы не сможем работать. И другие риски, связанные с тем, что наши компании могут просто уйти из России и все. В то время, когда из-за ситуации в Украине некоторые российские граждане отправляются в Армению, сами же Армении продолжают эмигрировать в Россию. Причина – тяжелая жизнь и безработица на родине. Плачевная ситуация наблюдается и в селе Яронос в Гаркунекской области. Журналисты «Радио Свобода» отправились в данное село и поговорили с местными жителями. Конечно, мы должны поехать в Россию. У нас здесь нет работы и нет надежды, что скоро она будет. Мы вынуждены отправиться в Россию. Надеемся, что курс рубля будет восстановлен. Наше основное рабочее место в России. Мы только там можем заработать деньги на жизнь. Если наши мужчины не отправятся в Россию, мы не сможем жить. Здесь нет работы, нет жизни. Тут невозможно даже просто существовать. Яронос часто называют селом шабашникцев. Мужчин в этом населенном пункте найти крайне сложно, так как практически все из них отправились на заработки в соседнюю Россию. Многие дома и вовсе опустили. Двери заперты уже давно. По словам сельчан, работы как не было, так и нету. Даже несмотря на сложную ситуацию в России, жители села продолжают эмигрировать в эту страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok